Как будет жить молодежь в 2018-2022 годах, обсуждают большим составом. Общественные организации, студенты и городские власти должны сообща разрабатывать программы развития, направленные на все сферы жизни молодых людей. Важны культурные, медицинские и, конечно, социальные аспекты. Мне бы, конечно, хотелось более системного подхода в плане молодежи с инвалидностью и включения их в процессы наравне со сверстниками без инвалидности. Не закрытие в отдельной аудитории, пансионате, а вывод на улицу, вывод на общение, на развитие вместе с интересными, классными, замечательными людьми без инвалидности. В конце прошлого года Самарский дом молодежи по поручению главы города Олега Фурсова приступил к созданию новой муниципальной программы «Молодежь Самары». Особенность ее в смене подхода. Нужно уходить от простого проведения мероприятий и создавать систему поддержки и развития молодежных организаций и движений. Важнейшее отличие проекта новой муниципальной программы заключается в обращении на конкретного молодого человека, на конкретную общественную молодежную организацию, на их поддержку, их развитие. Мы должны понимать, что очень важно, чтобы молодежь принимала участие в реализации городских проектов, чтобы молодежь была частью городской среды и могла своим взглядом и своими действиями, что немаловажно, улучшать жизнь всего городского округа Самара. Пока представленный проект сырой и нуждается в дополнениях и доработках. Для этого самые инициативные и активные молодые люди будут регулярно собираться за круглым столом, чтобы вносить свои предложения. Марьяна Мирная, Григорий Плешаков, События.